всем привет меня зовут екатерина и сегодня новое видео предлагаю вам к просмотру которое будет состоять из двух частей одна часть вот здесь на столе мы посмотрим что я связала что вижу про ниточки поговорим я обещала одну распаковку мы ее не очень подробно посмотрели посмотрим я подпишу эти ниточки и влоговая часть моя поездка в разные места на выставку может быть кому-то будет интересно также небольшие зарисовки с природой и наш поход в аптекарский огород где море цветов ну надеюсь вам это поднимет настроение также будет небольшой кусочек видео как я заходила магазин сижу вижу и мои покупки ну в общем приглашаю вас посмотреть немного отодвинула пряжу и увеличила обзор картинки для того чтобы показать вам носочки которые у меня связались довязались на прошлой неделе то есть сегодня у нас воскресенье 14 мая влог у нас последний был с 28 по 4 мая значит я молодец при моей занятости ну работа и все такое я довязала во первых вот эти которые долговязы были долго ли долголежуны и долго лежали вот эти которые у меня подвисли вообще мертвым грузом перевязывала ну вот наконец перевязала и вот эти совсем новые они у меня и не залежались и связались в общем я довольна вот эти носочки пойдут в носочную коробочку недовольные пряжи мелинвейт вот этой потому что она очень тоненькая пришлось ее вязать меньше чем вот это актив на спицах номер два потому что полотно выходило совершенно какое-то дряблое даже сейчас вот я оставила специально на блокаторе у если видите и просвещается видите такое полотно конечно она плотненько к нему нет вопросов давайте сниму но все-таки знаете как здесь некий дисбаланс получился между вот этой частью и вот этой по ножке они сидят хорошо на 37 37 с половиной размер но получается они на такой на среднюю ладу на ладушку на среднюю лодыжку и на узкую ножку почему такой вариант получился можно было здесь оставить то есть не уводить все петли до 64 как вот здесь 64 здесь 64 можно было ставить 66 тогда получилось бы объем побольше и попропорциональнее они посмотрелись но перевязывать я честно уже не буду вот все готовенькие отлично давайте их снимем совсем просто мне казалось что они посимпатичнее смотрятся на блокаторе ну кстати так тоже очень даже хорошо все это будет а вот тут у меня еще ниточку надо спрятать вот спрячу и это будет в насущную коробочку майскую и в мою тему новогоднюю так хорошо вот эти очень дотянусь до пряжи с которой связаны фонда миленвейт мит алоэ вера довязались приятно сейчас мне конечно руки в креме и не очень понятно но не знаю от алоэ веры наверное что-то осталось но не особо все более-менее ровненько связалась вот здесь потому что если кто помнит у меня с ними была проблема что очень очень плотно стала вязать потому что вязала на хая хая я так и довязала на хая хая спицах они тогда для меня были новыми и очень тяжело было пристроиться к нитке к полотну к натяжению у меня осталось еще 57 граммов здорово да эти весят у меня сейчас подсмотрю 64 грамма дополнительная нитка в резиночку пяточку и мысочек было вот это я тянусь вот такая симпатичная мягкая тонковатая единственное что вот потоньше я сначала думаю это из-за того что очень плотно наматывают девчонки я покупала в ту хэнс но я думаю сама пряжа она так и есть потоньше и она очень похожа знаете на какую я сейчас картинку вам ставлю темновато получается это она отражается как есть может более синий она побледнее и вот по тому как я знакомилась с нитью и вязала ее и по той картинке которые вижу она похожа на нить онлайн 3 мне она незнакомый поэтому название сейчас подпишу похоже может быть она не может быть она просто похожа но она чуть мягче чем чем обычная шерстяная пряжа какая-то в ней мягкость присутствует но такая шерстистая мягкость вот этой у меня еще 98 граммов тут и тогда хапанула назывался цвет в духа инс мороз к если не путаю там потому что два было цвета хорошо тоже все откладываем то есть вот это у меня еще хватит но не знаю когда я за нее возьмусь так она приятная на 225 хорошо вязать если на два с половиной вяжите но плотно тоже я думаю будет хорошо так давайте вот так сложим и вот эти носочки в принципе я ими довольна довольна что они довязались мне было их очень не просто вязать на 225 64 петли но вы видите не знаю чем сравнить ну вот с этим по глинкам допустим что он побольше хотя и здесь 225 и здесь 225 спицы но получилось побольше причем даже на тех же спицах вязала точно это один на красной лесочке 80 сантиметров и это на тех же спицах может быть из-за того что конечно 80 сантиметров не было сложновато вязать мне казалось что по спицы идет так как-то сложно хотя то есть хотелось больше взять номер спиц но плотность меня устраивает и как-то всегда так наизнанку выворачиваю и смотрю по плотности все хорошо на 39 с половиной 40 такие чуть побольше связала решила что они будут гармоничные почему такие вопросы по пряже потолще не потолще потому что это была сток сейчас я до нее дотянусь и позже ее просто коротко про нее расскажу это я размотала потому что измеряла сколько в этих 25 граммах метров приблизительно в общем у меня вышло на 100 граммов 300 метров можно перемерить еще поплотнее но я так на вскидку и это совпадает с тем что это может быть действительно пряжа как мы ее предварительно определили лана сервиния по моему артикул или коллекция кальцетерия такая пухленькая при этом 4 нитка но толще значительно носками довольно они весят у меня 84 аж грамма на 39 39 40 допустим до 39 с половиной 40 вот здесь немножко я сделала по-другому с одной стороны вывязывала через изнаночную петельку есть нюанс надо вот эти три петли когда вы вяжете если хотите краешек петельками из которых потом тянуть все-таки надо кромочные провязывать изнаночной последнюю кромочную изнаночной первый в ряду ее снимаете тогда вот этот холмник именно с этой стороны будет правильная тут он какой-то мне не нравился там получалось такая вот длинная протяжка здесь их здесь они хорошо потому что правильной стороной легли петельки а с той стороны какие-то протяжки я через изнаночную петельку сделала но это не мешает узору закрытие как вы видите последнее время мне подходит вот такое три петли вместе средняя выпячивается то есть средняя поверху и под ней две петельки по краям то есть где-то вот здесь перед тем как начинать убавки либо вот здесь в этом случае из 64 из четного количества я делаю нечетное количество чтобы получалось вот эти три петли собрать по серединке только здесь я где делала здесь вот я сначала у бабочка одна то есть две петли вместе а потом по три петли вместе и здесь также здесь кстати может быть я даже они тоже две петли вместе потом по три по три по три вот такие носки зрители аплодируют аплодируют кончили аплодировать как в кино по сторонним вход воспрещается по моему вот так вот это это мы молодцы так дальше у меня что еще было за что сейчас буду приниматься один из процессов будет ну который уже начат и можно его дальше двигать вот такая история сейчас оставлю фотографию как у меня было еще на днях 4 4 прямо вот пагалинка вместе вяжутся довязываются сначала я начала два потом еще два в плотность не попала к сожалению где он нет хвостик и я решила перевязать ну и к тому же подстроить узор потому что мне хочется все таки я сначала решила буду вязать как вяжется а потом я решила что все таки буду вязать синхронно то есть одинаковые носочки поэтому этот я перевяжу и добавлю сюда спицы 2 и 2 25 на 100 ну так впритык но хватает и что еще значит вот этничка чуть потолще неизвестная пока так вот матки выглядит немножко освободим если это поможет вот тут у нас уже встречаются наверное вот так или скорее вот так ну в общем секции может быть и сейчас так на вскидку не сразу неправильно сразу их обозначают может быть вот так нет ну скорее в общем они будут разные но похожие два носочка и я их развернула все пагалинки ниточкой в одну сторону чтобы синхронно связать пяточки то есть будут пятки вязать только по вот этим передним если вы на четырех спицах вяжите на по 1 2 спицы или по мэджику то по 1 спицы потому что когда мы вяжем просто magic club у нас получается вот так вот это первая спица и вот это первая спица так показала видно было вот это 1 и вот это а тут получается что все первые спицы у меня на одной стране так хорошо вернемся к этому вопросу когда я вот это подгоню свяжу с такой же плотностью потому что вторыми чуть рыхлее получились то есть надо было начинать все четыре тоже для чистоты эксперимента в общем две пары носков не то что на подходе в процессе так сейчас небольшой сделаем сдвиг на столе поговорим коротко об этой пряже я разложила точно так же как вот с плохой картинкой с вечерней была распаковка в том же порядке чтобы можно было ориентироваться просто в том же порядке этот цвет какао по-прежнему непонятно что это может быть милинвейт я вот только что из него вязала возможно но как будто чуть потолще может быть регия регия милинвейт или бесконечное количество вариантов итальянской пряжи маленький хвостик не стала доставать клубочки на что же их перемотала красиво это из такой я вязала кардиганчик кукле тоже неизвестно она чуть мягче чем вся остальная пряжа о пухлости плотности не знаю сейчас мне даже актив напоминает так странно там них такого нет ну мире носа там тоже не чувствуется и вискозы тоже не чувствуется вот на мой взгляд просто такая расцветочка может быть что-то из нового что красят нам еще не привезли или вообще нам не завозит такое так вот это у нас мягкая милинвейт 6 ниточка красиво пестренько выкладывается нитка хорошая толстенькая носочки будут красивые так поэтому уже говорили сейчас тоже картинку вставлю на что мы думаем с девочками ну неплохая надо подобрать спицы какими взять наверное два с половиной можно попробовать чагу или хая 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 у меня таких нет а чагу есть два с половиной можно попробовать то есть что-то между два двадцать пять и два с половиной так это прекрасная регия из которой были связаны кукольные носочки в прошлом влоге ну там ничего не понятно особенно но расцветка растяжка по цветам есть прокрас в носочки сейчас тоже вам вставлю хорошие мне ее много получилось на три пары носков наверное таких прям с хорошим павлингом до 40 размера так что все в порядке лежит запасы это очень красивый твит его было плохо видно в том видео где распаковывала милинвейт по всей видимости ну как подмену 99 процентов потому что точно такое я видела в магазинах с такими же крапушками в таком же оттенке это все из бомбина шоп напомню вот это зеленая которая я думала я и не заказывала вроде этот цвет девчонки советуют на перчатке может быть я так и сделала может быть будут носки теплые зеленые мужские она не мериносовая шерстистая шести нитка такая вполне обычная скорее всего милинвейт как-то вот по структуре нити что-то такое вот это очень красивыми узорами выкладывается регия нас девочки уже вязали из нее картинку тоже сейчас вставлю в кадре она более сочная так приглушенные цвета но в носке получаются узоры выразительные и ну достаточно насыщенные этот моточки и не смотала ну чтобы можно было понаблюдать соответствие нитей так вот у нас регия 07032 номер под рукой есть они даже вот буквально под рукой так вот это неизвестно и сейчас вставлю картинку как она была не размотанной когда она пришла ко мне и она напоминает ранее купленную вот такую даже по рисунку в моточке как они были и у девчонок та же самая история наблюдается то есть мы видим что такая пряжа есть в разных оттенках еще зеленоватый по моему нам попадался но не понятно что это что-то с вискозой по всей видимости не похоже это на поможет и похоже нет начале мне казалось что очень похоже на мериносик это мериносовая лаура тот миленвейт ну посмотрим посмотрим раскусим еще нам предстоит вот эту и вот эту раскусить это фартисима то есть валилось что-то там фартисима 2494 очень элегантная мне кажется и вязать фартисима в принципе удобно приятно на два с половиной если кто-то вяжет плотно на 225 вот я вижу это миленвейт мирина четырех нитка это вот все четырех нитки пошли была только шести нитка шести нитка и четырех нитка которая ближе к шести нитки по толщине очень красивая с серебристым люрексом который совершенно не царапается и по отзывам девочек которые вязали из моточни такой пряжи они говорят что ну чудесная ниточка голубенький тут красивый такой у меня много вот интересно когда я разматывала видите мне попалась не прокрашенная то есть эти какой цвет вот этот насыщенный а этот не такой насыщенный даже вот там внутри он вот вся ниточка такая вот его надо отдельно вот я отдельно их или пометила как-то отдельно вязать вместе и связать вот эту историю надо не помню сколько но наверное на какие-то подростковые носочки подойдет может быть на перчатки не знаю но мне ее столько что наверное можно какой-то какой-то джемперок связать не так кажется сейчас по состоянию в пакетах сколько там лежит состояние пряжи у меня целое состояние вот это я не знаю что на похоже на фортиссиуму кстати что-то я там не поискала может быть знаете бывает смотришь не видишь именно вот такие цвета вывяжу тогда точно посмотрим здесь насыщенный синий темный такой синие чуть-чуть петрольный потом крапушки такие голубы голубо-бирюзовые на белом фоне достаточно частые так они получаются разбитые ну давайте не будем гадать хотел немножко проанализировать чем они разбиты то есть они чередуются видите тут еще просто белые полосы ну по логике окраски похоже на фортиссиума вот на эти посмотрим и по ощущениям тоже напоминает вот этот я докупала как я тогда говорила сейчас моточек вставлю как выглядела пряжа потому что не перемотаны не нашла очень мне нравится серый как я уже говорил вообще в риге какие-то мягкие обволакивающие пушистенькие пухленькие там вся линейка в серых таких темных десер и встречается на вся такая и вот это здесь две нити но это четырех нитка тоже такая же пухленькая я ее определила в прошлый раз по моему тоже они и говорила здесь немножко цвет искажен потому что в две нити кажется по пестрее серый и серо-голубой скорее так ну посмотрим пока лежит я потому что на нее думала что регия когда покупала в кадре она синий прям синий кажется он такой глухой серый так хорошо сейчас посмотрим что я взяла в магазине сижу вижу супер это все смена кадра так это вот то что я приобрела в магазине сижу вижу и булавочки еще значит что у нас здесь бичи бичи правильно так произносить вот здесь как раз тоже бичи лежит вот такой цвет там еще есть он такой меланжевый немного номер цвета 321 я принесла напомнить это были вот эти носочки радость чебурашки она видите вот тут просматривается такой меланж мне понравилось из этой пряжи тогда вязать и я хотела еще попробовать другие цвета там такой был красивый радужный но как-то я его упустила вот это по-моему я взяла последний моток такие еще есть очень красивые давайте посмотрим поближе вот этот очень мягкий по сравнению и с этой и с оранжевой некий вообще-то шерстистые но приятной пухлости из них поэтому приятно вязать а это какая-то прям мягкая мягкая выделка такая видимо может какой-то другой другой заход по краске 327 свет ну по всей видимости должна быть полосочки должно быть красиво модель итали то есть по идее в стоке на этаже может попасть туда так модель итали такой цвет вот это будет каким-то полосами всполохами разводами достаточно крупными секциями но по цвету мне понравился и как вы видите меня на все розовенькое потянуло что-то потом я поняла конечно потому что мы вообще в этот день хотели посмотреть сакуру вишню и все что к ним относится слива все сейчас очень красиво цветет 326 цвет бичи вот но так как изначально я за сакурой вроде хотел идти но мы поход отменили а вот я вместо этого пошла в магазин съездила и видимо меня поэтому под этим впечатлением тянуло на розовые и наверное поэтому у меня довязались так розовые вот эти хорошо потому что почти такого цвета деревья я видела там в центре вот хотела потянуть видите какая-то штукенция ниточка ладно разберемся просто ее вкрутим взяла такую она достаточно мягкая для реги дизайн-лайн четырех нитка номер цвета 0 3 826 вот этот произведенного в румынии тоже снимем красиво пестренько должно быть по цветам как-то не за меня это радует что ли все не не скучно вот такой носочек должен получиться симпатичненько и попробовать решила эколинию эколиния эколиния с переработанным по моему полиамидом в румынии тоже сделано вот такими штучками мне сказали что похоже на тигра будет тигровая краска я на это собственно и купилась и поэтому купила 02001 приятная шерстистая но какая-то чуть-чуть другая по фактуре но посмотрим как в работе будет потому что обычно на спицах уже чувствуется по-другому интересный расцветка тигренок будет или полежит когда-нибудь будет тигренок так взяла спицы двоечку меня два с половиной были есть вернее и я взяла двойку потому что захотелось и наверное потому что так видите как нужно можно все розовенькое вязать кончики мне такие нравятся поэтому у меня никаких противоречий сайте нет единственно что два с половиной мне толстовато было для насущной пряжи для моей плотности прекрасно и взяла раку раку мне крючок такой понравился у меня самый тоненький есть по-моему самый тоненький беленький я им в то лето много вязала так сейчас его безболезненно постараюсь достать был беленький я им вязала в то лето и хотела еще какой-нибудь купить но как-то не складывалась а тут сложилось может потому что он розовый не знаю двойка и тройка мне нравится я таким хватом вижу в основном мне вот это место когда треугольненько и удобно я надеюсь сейчас мне как-то вообще неудобно наверно потому что давно не вязала посмотрим вот инструмент вещь тут единая цельная деталь и он так выглядит немножко криво за счет того что вот эта ручка такая неровная но удобный такие же подделки я видела гамма делает и не взяла уже на кассе как-то они не очень хорошо идут вот эти золотистые сказали что их позаметнее в полотне не смотрю еще вот они чуть-чуть бывают зацепляют но эти терпимо прокалываешь вешаешь они такие плоские удобные один там какой-то еще цветной попался тоже в цвет отлично сейчас немножко ролик вставлю о магазине как я его искала что меня вокруг окружала что я потом видела какие чудесные цветения разных растений деревьев просто красота у меня сейчас сейчас перед глазами фиалка цветет розовым розовый рулит цвет настроение розовый так или иначе очень хорошая погода очень хорошая погода и сиреневые гостики большим театром я иду магазин сижу вижу сейчас уже 19 20 не знаю пока нужно успеть даже успеть немножко по ковыряться там тепло как некоторые в тапочках ходят но это шутка детский мир такой огромный свернули от него ну вот он собственно рождественки это я иду от площади революции у всех такая есть фишка что туда телефон упадет как его доставать так надо посмотреть где магазин я чуть не помню так много народа и почему пахнет шашлыками везде в этом здании большом там детский мир так сижу вижу пойдемте посмотрим офис 6 в этом здании а а и и а и и и Очень коричневый такой есть, такой с полосочками. Вот это лабо. Вечер. Хотела какой-нибудь взять, потому что я брала вот такой, он очень красивый, кстати. Апельсиновые носочки были, они такие как меланжевые. Очень красивый, бежевый, мягкий, кстати. Ну ладно, я тут осмотрюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Вот окошки магазина сижу-вижу. Вот этот эркер и два, что ли, окна там, где носочек. Прикольно. Такая погода, наверное, пройдусь до сиреневых садов возле большого. Осторожно, самокаты. Закат. Маленькие сакуры. И вот где мы находимся, интересно. А вот где. Какая красота. Прям, да, вишенки такие. Или это, ну, в общем, прям как будто они бумажные все. Я издалека подумала, что это какой-то такой, как бывает в торговых центрах бумажные ставят деревья. Нет, настоящие живые. Все тут стоят, ходят, фотографируются. Сирень еще классная вообще. Красота. Пришло лето. Закат. Закат. И вот этот вид еще раз. Красота. О, это такое за диво дивное. Ммм, такой аромат. Ммм, вообще два пышных дерева. Чуть лица. Хочу такие носки. Понятно, почему я взяла розовые. Что-то мне навеяло по дороге. Что я видела краешком глаза. Еще тут в кадре у меня лежит. Стала эти убирать. Мериносик. Ну, это уже подтвердили мы точно, что Лаура. Эмилен Вейт. Меринос с полиамидом. Такая интересненькая. На мой взгляд, от Феличи с тем же составом. Единственное, там нейлон, здесь полиамид. От Феличи отличается. Феличи мне нравится больше. Но из этой приятно тоже вязать. Я тут баловалась и связала маленькие две шапочки из разных секций. Ниточку не убрала, потому что не знаю, будет пампошка или нет. Это такие на маленьких каких-то пупсят или на Барби. Небольшие шапочки. Вязать приятно. Еще коротко о планах. Из этой я хочу связать носочки. Меня ждет одна девочка. Подружка. Которые тогда не достались. Они это шерсти нитка. Мерин Вейт Твит. Ну, скорее всего. Не мериносовая, просто шерстистая. Свяжу, как носочки Дакор. Повторю. Поглину подлиннее. Потом у меня еще бежевые маленькие носочки. Мне к 27-му примерно мая надо довязать. Потому что я уезжу с родственницей. Такие маленькие, спортивные, если помните. И еще мы с девчонками что-то говорили о сериалах. Подо что кто вяжет. Ну, потому что мы же не просто в тишине вяжем. Аудиокниги, сериалы. Все нам в помощь. И мы зашла речь. Сколько можно связать. Там про Доромы. Я как-то под Доромы, это корейские сериалы, связала кардиган. У меня так он и ассоциируется с этим. Я думаю, ну, наверное, под гордостью предубеждения, под шесть серий. Какого? 89-го года. Нет, наверное, 90-х годов. Английский сериал, который многие любят. Я периодически пересматриваю. Я говорю, можно, наверное, под гордостью предубеждения связать пару носков. Ну, вот попробую. Хочу такую историю осуществить. Единственное, мне что-то пока его не хочется смотреть. Но когда захочется, я думаю, вот это будет гордость и предубеждение. И там все-таки любовь. Поэтому розовенький. Серый, белый, как противостояние. И розовый. Ну, может быть, я еще переиграю. И розовый, как любовь. Вот это для гордости и предубеждения. Посмотрим, можно ли связать за шесть серий носочки. Женские. Со средним паголинком. Наверное, так. Так. Вот такие истории. Что-то еще. А, еще хотела связать, конечно, по своему же старому мастер-классу следочки. Вот тоже попробуем. Планы снова есть. Довязаны, не довязаны. Это хорошо. Сейчас влоговая часть будет перед вами. Не знаю, когда я смонтирую. Сегодня воскресенье. Что-то как-то там много. Так получается, не хочется загружать вас. Вот. Поэтому, как смонтирую, пожалуйста, посмотрите все. И спасибо, что вы уже посмотрели. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Не ленитесь. Увидимся с вами в следующих сериях этого сериала. Всем пока. Всех целую. Вот смотрите, это все поясочки разнообразные, которые были частью костюма. Неотъемлемые частью костюма без пояса на улице не выходили. Здесь вот детки. Тут вот мальчик это сделал, Максим. Поясок. Кисти были. Это вот делают уже студенты. Повторяют техники. Тут вот они все в разных... Ну, хотя нет. Это как раз вот они на бердо сделаны. Вот это на дощечках, так называемых. На дощечках, на бердо, на дощечках. Такой тоненький. Видите, можно как тесемочку использовать. С буквами даже. Вот в камере хорошо видно. Так. Что тут еще? Роспись. Золотное шитье. Латвичик вышитый. Посмотрим еще что. Еще пояса. Очень красивые. Смотрите какие. Я так трогаю их. Может не надо трогать. Трогать. Это все одной девочки. Поясочки. Мне кажется, я когда-то в таких цветах делала что-то. Так. А вот это уже на вилке, по-моему. Я вот забыла. Забыла представлять технику. Вот этот и этот. А вот этот, интересно, кругленький. На спицы. На спицы. В спицу вставляешь бутылку и оплетаешь ее. Тоже очень интересный способ. Это все традиционные. То есть студенты перенимают традицию, поддерживают ее таким образом. Что-то еще интересного. А это уже ткань его. Смотрите, ткачество. Современные коврики из новой ткани, кстати. О, это уже похоже на... Ага, это потому что Лихославовский район. То есть видите, обязательно подписано откуда. Привезли. То есть тут и старинные, и настоящие. Изделия. И новые. А я почему-то думала, что ты будешь здесь. На маяцю. Ты их в курсе? На маяцю. На маяцю. О, это получается набойка. Даже этим занимаются сейчас. Красиво. Вот так красиво. И вот здесь стена пояса и полотенца. Я так общим планом немножко сниму. То есть есть старинные, либо на фотографии, либо представлены в живую образец. Например, здесь. Полотенце вообще это хороший источник чтения информации, потому что передавалось не то, что из уста в уста, а из полотна в полотно. И вот эти символы, даже когда про них забыли, что они означали, они очень точно передавались. Поэтому повторить надо было все точно. Даже вплоть до того, что бывает надписи повторяют и с ошибками, потому что не знают чтения, но пишут, вышивают так, чтобы было узнаваемо. То есть пытаются скопировать. Пытались. Это вот еще бабушки, когда были девочками, например, учились. И по некоторой вышивке, например, можно понять, где работа качественная, мастерская, а где такая еще детская. Очень интересные техники, видите, ветхое такое все. Ниточки выцвели. И вот повтор. Тоже толстыми ниточками вышли. Вот здесь такой объем сохранен. Вот еще старенькая. Видите, несколько ярусов кружева крючком. И ткань здесь, смотрите, кромка и кромка не подвернута. То есть это то, что выходило из-под станка ткацкого. А здесь уже нам приходится на современные ткани либо подшивать, либо тоже ткать самим. Ну и такие мастерицы тоже есть. Вот такая красота в зале искусства. Вот здесь, смотрите, пострадавшее кружево. Это подзор. То, что свисало от спального места до пола. Прикрывало у кровати. Назывался подзор во всю длину. И боковины тоже были. Вот это бердожи. Современное изготовление для ткачества пояса. Вот это закрепляется у нас на поясе. А это прицепляется. Прям, как мы витой шнур делали. Тоже куда-то надо прицепить и закрепиться. Держаться крепко. Вот еще подбивать. Тут нужно натяжение хорошее. Вот это бердо, оно просто висит в воздухе. Видите, как здесь ниточка им подвешена. А так оно висит буквально на этих нитях. И от того, как вверх-вниз меняются нити и основная нить на бердо. Ну и зависит от того, как еще заправили по рисунку. Вот выходит рисунок. Такой или другой. То есть с тем же порядком нитей можно выбрать и другой узор. Даже костюмы представлены. Что тут интересно? Вот такого кроя это в Тверской области. Какой же район, я уже забыла. Ну Тверская область точно. Ой, детские игрушки. Вот это здорово. Ой, это Женя сделала. Мы с ней вместе учились. О, чудесная какая. Так хочется попробовать, интересно, можно? Посмотрите, какое у кошечка. Какое сделать это, знаете ли, непросто. Но про роскося я вообще не говорю. Ой, а вот это, посмотрите, пьяничная доска. Так, только не вижу. Пулмачев А, доска, дерево, акрил. А, нет, это доска вот эта. А это пряничная форма. Не вижу подписи, может быть, бумажка улетела. Ой, а конники, ну просто... Ну посмотрите, причем девочка делала. Здесь 9-й год рождения, да? Конь, конь-каталка. Такая массажная штука. А вот тоже Женя делала для пряника пряничная доска. Я помню, что все-таки доска. И так красиво все еще украшено. Причем подлинными рушниками, то есть полотенцами. Вот вышивка. Такие огромные перцы. Прям граниные. Это вот, как здесь. Вот так. Довольно интересно, если походить, подробно все рассмотреть. Еще увидеть, что это работа делали твои однокашники. И уже, мне кажется, даже делали дети, которые были маленькими, когда мы учились. Или только родились сейчас, они уже все это умеют. И даже учатся в институте. Это Архангельская берегиня. В смысле какая? Или Северная берегиня. Такое знакомое, кажется, что делали. Ну это одна из самых простых куколок. Да, но она вместе с ним, смотри, какая классная. Там вот минимум семь одежек, чтобы сделать. Плюс голова капусткой завивается, скручивается. То есть... А есть смысл какая? Против часовой, по часовой или закрутиться? Наверное, есть. Исклонные какие-то смыслы. Но мы сейчас просто выбираем с детьми, когда делаем наиболее аккуратную парадную. Было открытие, на которое я опоздала. То есть пропустила всю торжественную часть. Очень грустно. Но электрички чаще не ходят, к сожалению. Так, теперь я у другого водоема на реке Тверца. Спускаюсь по очень крутому склону. У меня с собой чаек. Какие-то у меня выезды такие получились. Так, тут лесенка и под лесенкой родник. Река, ветрено. Еще тут зелени. Вблизи вроде есть, а так вдаль смотришь. Еще все. Такие синие поля. conferяю. Еще тут в konsоле. Игра. Игра. Каппай. Еще. Еще тут. 比較, примерно, наш т�он. Каппай. маленькие-маленькие нарциссики крошечные, очень симпатичные они такие пушистые классные тюльпаны какой аромат этот собирается распуститься какие они красивые, как розочки нарциссы а вот этот симпатичный куст очень плохо пахнет видимо какой-то жасмин не подписан предупреждать надо такой цвет красный они такие прям еще на солнце просвещаются что это такое? это бобры ученики учебная работа тут можно выйти, постоять посмотреть тудым-судым на старый катамаран все гуляют что здесь? не смотрю не вижу это уже другая мне кажется, канадская она какая-то с длинными такими слушайте, ну вот чем, когда искусственные говорят, что елки плохие вот искусственные ровно так же выглядят ну без запаха только что какой-то аромат это просто можжевельничек очки, наверное, можжевельнички разные принеси мне елку грустная елка тоже елка вот макушка ой, какие красивые такое разноцветие бульвар прогулки по бульвару красота ну красота как они красиво сделали мы подходим к сакуре сакура это и вишня, и слива все косточковые, по-моему общее название такая конструкция вот таким чудесным мощным-мощным яблоней деревом и вот это все в цвету и смотрите, какая арка и она такая обтянутая зеленью то есть все это зарастет и вон там цветет яблонька ну что-то еще сиренка скоро она начнется вон там уже тоже есть красота целая клумба этих колокольчиков большая конструкция которая поддерживает старую сосну какие ароматы замечательные ну это лиственница не сосна 274 годовых кольца петровской эпохи ух ты, это дерево на котором сразу перец и лаврушка растут ух ты, это шутка детская шуршовая я помню китай мы идем к тем красивым деревьям с огромными листиками какое ветвистое огромное дерево это дуб дуб желуди все ищем желуди сажаем к себе а, или да, или съедаем какой огромный посмотрите ну мы втроем наверное, а ухватили бы поганчик оранжевей куда не посмотри красиво это что пионы они будут свистеть тут же еще пионы надо прийти сюда через неделю не вижу еще табличку что это ну похоже вот что-то желтенькое там ну пока желтенькое прорывается пойдут гонять своих давайте-ка сразу посмотрим вот эти цветы как банановые шкурки точно как банановые шкурки, да? уху огромные по сравнению с рукой вот этот цветочек банана банана красота вот это же все пионы, да? смотри а вот молодая магнолия похожа какая сочная листва наконец-то весна а, это липа о, липа ну-ка, она она еще не пахнет вот в оранжереи соблаговолить и не входить без экскурсовода вот вход оп такие маленькие они кустики там же не написано, что не трогать источники жирных масел там алкалоидов, да? что там еще источники эфирных масел красиво название и кто кто выставил? то есть кто выросил, скорее всего вот ну-ка, красота что в этом месте такое волшебное давайте сюда сразу перейдем какие-то непередаваемые чувства ароматы как бы странные поляки гордая птица осторожно, узкие правда, надо быть осторожней хорошо, пока утка какая тут гора море цветов море серия обыкновенная как? Нидерланды только обыкновенная совсем не обыкновенная это что такое? что такое? что такое? бабла да не, боже, не знаю почему да, это очень красиво еще такие, знаешь, маленькие букетики продают я тоже такие люблю крокусы, по-моему нет? что-то я может путаю а вот высажены пионы вот эти вот кучки хочется посмотреть на пионы потом ой, красота потрясающе тюк раз смотри какие по очереди да, молодцы так улетел следующий оп смотри какие воспитанные птички ой, я такого не встречала оп и себе и пошли кушать ну кто тут еще? давай кто смел, кто-то съел вот оп и съел м птички ну вот вон вот